Всем здорова. Сегодня третья игра с подписчиком. Немногие проявляют желание сыграть на запись. Ник Аукцион. Видел я этого игрока уже давненько. И тут на днях с ним играли. Показал он, я бы сказал, отличную игру. С учетом того, что у него еще и пик был довольно имбовый для лейт-игры. Я его отдалил с капюшкой на 28. Вот, а сейчас просто будет игра на запись с анализом реплея. Так, сейчас мы подумаем, как нам лучше здесь сыграть. Ооо, ну блин, здесь есть морфы, но есть и капитаны. И есть этот. Ну блин, тут все равно через медведей надо играть. Мне так кажется. И я так больше привык. Плюс капитан. Ну да, то есть мы там чуть позже себе закажем 4-0. Но так как в пике есть капитан, на четвертой волне аппетите не надо. То есть там капитаны, и они будут ваншотить. Ну там шанс довольно-таки весомо повышается, что они будут кабанов ваншотить. И это нам позволит раньше сделать там 5-1 или 4-1. Не знаю, посмотрим. Против восьмой есть, конечно, защита лиморфов, но их много ставить я опять же не хочу. Потому что в итоге это, ну, лишний value, да, я там шучу, но я думаю, что я кинга успею аппнуть к тому моменту. Либо уже по месту я посмотрю. Так, у него так равномерненько по одному бывает. Похоже на пира какого-то. Ну, короче, в бурну 2 надо схватить. Тут больше на пира вроде похоже. Но я не буду смотреть, но... Вроде как пира. Ничего не поменяется, короче. То, что я не буду смотреть. Так, отвод. Ах, да нет, отвод я могу и на второй поставить, потому что у меня запятнарик. Да. Это отлично. Хотя 2 медведя обычно дефают вторую с урсой легко. Но если бот урса и арча, например, или тупо урса зайдет как-то нехорошо, то есть выйдет сразу же там в первые ряды, раздолбит отвод. Вот. Ну, если же игра без отвода, то она просто быстро пройдет вперед и начнет быстрее раздавать. Иногда бывают какие-то вообще нереальные пропуски с такой постройкой, поэтому то, что нам хватает на отвод, просто великолепно. снизим шанс того, что мы пропустим вторую. Ну, вот тут как бы есть у него зазор, то есть она идет... Прямо ничего ей не мешает. Куда? Охереть. Она уже пошла. А я только не понял, каким образом. И ставлю отвод на 100% агр. Но, блин, непонятная хребетка. Так, это я дефну. Он хорошо справляется. И последнюю урсу он бьет долго. В принципе, вот абсолютно ничего не меняет. Это может быть как пиро, так и воид. Но больше понятно будет, если мы кинем на 4. Ну, то есть, либо мы попадем в пиро, и он все дефнет, либо мы кинем в вейдов, с которыми обычно играет не очень надежно. Вот. И он должен пропускать, если он так играет. Его вроде как тролль там учил играть, и плюс еще мои видео он смотрел, поэтому... Ну, скорее всего, если его иды, то он тупо через 2 вейда с отводом дефить. И все. Плюс то, что мы сейчас делаем 4-1, ставим капитана, и еще можно спать сделать. То есть, 5-1 у нас получается. И мы сейчас на 4-0 кидаем. Но это будет не очень много, но... Таким образом, я проверю. Потому что я пока не очень уверен, что у него за юниты. Ну, бьет третий не очень быстро. Это либо мало вэлью... Скорее всего, это мало вэлью, потому что если два пира, они быстро убивают. В таком же темпе, как и мои медведи. А он еще пропускает без засыла. Это, похоже, либо минеры. Что не очень логично их ставить. Но если ничего нет, то... Да, выбор невелик. Могут быть морфы, но может быть все проще оттайз-тролль. Но поскольку разброс довольно большой, то мне кажется, что это все-таки похоже больше на минеров. Да. Так. Мелочь я забыл кидать, пока размышлял. Ну, если опять же это минеры... Лон. Он покормился хорошо. Так, как нам поставить капитана? Ставим назад. Чтобы он дольше шел, дольше жил. На пятом я обязан нападь медведя. Поэтому оставлять лес на пломбера нет смысла сейчас. Поэтому засылаем на полную. Да. Большая ошибка, конечно. То, что он фиданул. Кидает он тоже. Но... Не знаю, поможет ли... Все-таки капитанам... Я должен уверенно брать эту волну. Правда, пока тут все мелочь еще раз кидают. Походу, это все-таки морфы. Или... Он медленнее бьет. Так, он, короче, фидит еще раз. Очень много. Я себе могу позволить еще весь по... Ну, гол. Собственно, покарали уже на четвертой волне. Но, как пишет аукцион, пик ему так не позволяет сыграть. Анализировать ничего не буду. Но, когда пик не позволяет сыграть нормально, то... Стоит сидеть более надежно. Я, конечно, все понимаю, хочется поинкомить. И... Я сам любитель во все тяжкие поинкомить, когда пика нет. И на этом как-то выезжать. Но... Можно все-таки строить какое-то говно и этим тащить. Ну, ладно. Посмотрим, что будет во второй попытке. Но у нас пик и правда был очень хороший. Хоть я начал не с самого инкомного варианта, но... Посчитал я, что так будет надежнее. В принципе, я не ошибся. Дефали ему все волны под засылом. Вообще, мне очень нравится гризли. Как старт увидит, они много волны очень хорошо бьют и с ними можно сильно разнакомиться. Вот теперь у нас очень клевый пик. Так. Можем сыграть через Бандига. Так. Если мы вставим, остается 20. И мы никак не сможем поставить... Эм... Я вот спрашиваю между Мудменом и Вандига. Но Мудмен не дефнет. Так. Если... Но нам опять же не хватает. Нужно оставаться вот так. Блин. Не то сделал. Ну, а вот тут сто пудово нужен, чтобы дефнуть. Но нужно хорошо стакнуть. Так. Вот этих первых я стакнул. И вот этих первых я стакнул. Сейчас вот здесь подойдут, подойдут, подойдут. Оп. Вроде хорошо. Да. Все, ништяк. Теперь надо уже тут стакать. В принципе, с Бандшайами я первые три волны отлично дефну. У него КД что-то типа одной секунды. Много юнитов под эту категорию подходит. Шесть штук. Даже с отводом не дефну. Плохо. Ну, ладно. Ну, он стопудово поймет что это такое. Да. Ну, как бы мы с ним недавно играли и я точно так же прочитал этого мудмена. Только он пропустил семь. И он вроде как без отвода еще был. А я с отводом все равно плохо дефнул. Возможно, много стакнул опять же. Непонятно. Так. Как лучше поставить? В дальнейшем пик все равно придется ну, менять. Бить здесь нечем по сути. Хочу вот так, потому что пойду-ка я еще сюда поставлю сразу же. Медленно они бьют и надо хороший отвод. Еще вопрос что-то придет. Главное, чтобы не орг. Ух ты, блядь. нормально. Так-то должны быть. Изи. Так, сейчас можно себе позволить тогда супер наглый инком типа 4.1 дальше наставить этих крабов и делать рерол. Плохо понятно, что бар в первом пике. То есть, если игра затянется, то они нам уже не выпадут. А в 31 плюс это просто очень хороший генит. Очень жаль, что он так бездарно пропадет. Он еще фидит нас. Может 5-1 сможем. но на 4-ой мы люто сошнем. Я думаю 80-90. Ммм. Что это такое? Еще и не ваншотит. Возможно просто добавился какой-то инит типа ну типа квантер заполтинник. может быть что-то в этом духе. Точно сложно определить. Во-первых, реролить сейчас именно я не буду. Я хочу поставить два краба, потому что если мы делаем рерол прямо сейчас и там все еще хуже, что мало конечно, но бывало и такое. Короче, зачем реролить сейчас если у вас будет возможность построить и удалить. Важный момент на самом деле. Но зато у нас уже 5.1 это очень ранненьком и мы типа фм. Ну дефнули вторую там без ликов. и в принципе если пик будет плохой мы можем сидеть очень тайтово. То есть у нас раннее 5.1 все у нас пока хорошо. Если пик не будет позволять разгоняться по инькому то можно также там 6.1 или 7.1 посидеть спокойно никакой не гнаться и пробовать надежно дефать. Попробую я закинуть ему на 4 усу. Так ставим 2 краба делаем рерол. Ох ты еш кин код. Так если было бы неплохо как 5 поставить лорда. Я думаю вот эту хилку сейчас воткнуть. Краба продать воткнуть хилку. Да. Пожалуй я так и сделаю. Этого краба продадим. У нас будет сотка и плюс две сотки с этой волны еще. И плюс если он еще пустит. Это будет отличный вариант. О! И он еще не шлет отличный. И у нас двойной отвод хороший. Прямо практически самые лучшие юниты для отвода банш. Ну и ст1 естественно. Про яйцо я молчу. У него тогда был пик мудмен и крабы и яйцо. За счет чего он супер люто дефал начальная волна. Так. Походу слабая волна у него четвертая. То есть любит не достраивать. Ну против вот лютых игроков которых много опыта это не катит потому что они любят разгонять инком на ранних лвелах. То есть вот ранние 5-1 я их сразу же реализовываю засылая на ближайшую волну. У него походу какой-то типа что-то туретки может быть. 60-70 процентов. да. Так. Думаю я могу себе виспа сделать спокойно. после такого пропуска возможно даже ламбер я могу себе сделать. Так. Перезакажу. Немножко я не успеваю. Такого деф. И думаю он сейчас на пятую будет стопудово закидывать потому что он уверен что у меня будут мэны. то есть у меня они есть но он не знает что у меня еще есть. Давай добивай я знаю точно хватит мне или нет. Хватит. с избытком даже ставлю я вот его сюда. Отвод у нас и так лютый двойной и нам ничего не надо. Плюс этим пиком мы можем играть фактически всю игру. При должном вэле мы будем дефать абсолютно все волны. поскольку минеры очень люто дпс и рейндж атаки у них тоже 400 как у лордов то есть они всех грубо говоря в линии будут стоять и долбасить. У нас 61 всего 90 у нас единиц недобора по вэлью. Кидает он просто мелочь орков никаких нет. Ну и я просто птиц постакаю мелочь не буду трогать. Сейчас можно стабильно себе сделать какие-то 7-2 и уже отталкиваться от этого. А шестую волну мы так дефнем. Если он не вздумает на нее бросить урсу например. Можно вообще охереть и сделать 7-3 но тогда это неминуемые лики на 7-ой волне. Хотя я думаю все равно они будут. Он еще течет. И я себе сделаю 6-3 и под 5-3 еще закажу виспа. Хотя мне бы надо лорда поставить к 7-ой еще одного. Он не из-за от скилл возможно это намеренно не заметил есть ли реген но думаю есть. Походу вкачан в единичку. Просто замышляю кинуть возможно на 6 у нас стан и допустим апаем немножко кинга защищаемся от 7-ой и затем кидаем на какую-нибудь 8-ую к примеру или 9-ть. Но опять же есть подозрение на горелку. Да у него в один раз реген вкачан. Так сделать ли засыл или не сделать А вот сделаю причем кину я не кодоя а две урсы что-то я так подметил что если урсы выживают то они потом кинга вообще отжебош жестко если он течет то мне стопудово хватает на лорда или даже ап лорда хотя в моем случае я бы предпочел поставить второго лорда потому что на 8-ой волне лучше иметь не ап пахнут то есть за счет големов тащат они так и вот это мои пацаны возможно ну да тут пахнет под ликом тогда закажу спа какие же мудмены жесткие хотя ну 19 штук это много 40 50 ему надо кинга полностью ему сейчас вен скроют по-любому хоть и горелка или нет блин херово отлично мне хватило ну ладно черному и построить черного лорда с так все возможно лучше типа ну вот сюда все равно их решетку буду строить в общем ладно ставим так есть подхил но по сути бить нам нечем кинга я уже есть подхил немножко апнул но жду лютый засыл но его нет и он хочет слайд на 8 в моих этих лордов было круто конечно сейчас еще одного лорда поставить и дэв был бы тогда просто вообще очень хорошим но эмммм мне стопудово не хватит вообще никаким образом и я предпочту просто скинга апнуть до нужной кондиции и дальше уже буду решать ну поскольку у него горелка слайд у него на мили волны у до 10 волны ну не очень выгодно 11 тоже не выгодно но чисто пожрать с него то можно он еще просто сам пропускает но его благо что я боюсь седьмой волны так бы я еще слал в принципе я бы не сказал что ошибка не слать с горелкой с горелкой на седьмую в оппонента но а блин а чё кстати мне построить ха 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 чё мне построить ух опту апну я этого пацана кинг капнут должен я дефать неплохо вот но по последней моей практике ну а сейчас сколько играю у меня сложилось мнение что с горелкой надо слать все равно ну то есть хоть у вас там и рассчитано что у вас там засылают на семь вы дефаете все с горелкой легко и потом овер много засылаете на восемь но вы же не знаете стопроцентно ну сколько вы или там человека какой пик например в этом случае он знал что у меня бодмены но появились еще и лорды которые неплохо справляются с восьмой однако их два и поэтому деф будет так себе ну там кстати ломбер заказать не забыть ли это так уж чтобы убить конечно потому что она немного тут напрягает но нет не хочет слов все убивать 19 нормально сейчас еще хп подкачаю этот дефчик вот он сам пускает без засыла сейчас еще реген надо будет мне качнуть кинга можно отпустить и начать уже стакать то есть он кинга не качает не хочет возможно хочет еще на 9 заслать ну ну блин хрен знает вот вот и закончим мысль про горелку то есть выгоднее все равно кинуть на 7 потому что ты уверен что у тебя горелка то есть если в тебя кинут то ты можешь там минимальными апами кинга уже одеться вот да ядрить твою мать все равно не хватает ни на чё ну ладно не буду я ничего строить на 10 и лорда апну и все 7 5 тут просто изи вроде как кинул урс у него может зайдет с хермитом ну да он тоже заслал может в канает не знаю регешку апну еще раз ну по идее должно в канать хотя у меня есть вот этот вот чувак который неплохо сносит этих зомбаков с 2000 по идее плюс хилит у меня два хавейнита два форти фармура считаю что должен ну пропуск 10 плюс должен быть не больше ну ну походу а нет все так как я и думал засылаю на 10 поднимаю еще себе не он пускай 15 он слава больше а я меньше короче у него с велью не все гладко и мне ощущение что я могу сделать себе 7 6 но стоит ли это делать в таких ситуациях я обычно говорю себе ой да ладно можно делать и сейчас я себе в этом тоже не откажу естественно я посмотрю и если что отменю так 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 тут зависит от меня успели дефть я так говори 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 ох ништяк а слушайте мы можем тогда поступить каким образом мы можем удалить этот отвод да я наверно так и сделаю я удалю вот этот отвод апну лорда то есть в чем логика типа если он засылает дохера я все не смогу стакнуть и какая нить пойдет и с если я удалю вот эту но если я удаляю вот это не ему много слава стакаем все мелочи она идет потом приходит и мы с ними спокойно расправляемся но он ни хера не шлет это еще проще так бывает что босс успевает начать бить лорда поэтому нужно перестакивать чтобы цель сбить пошел расфокус это не айс стакаю я закоцанного по идее я его заберу так у меня прямо люто ранние 7.6 отлично эх двух не хватило а возможно мне их не хватило тупо отвода ну я жадина ну ладно о а блин она не успеет сука я его вообще с одной тычки снесу нет кстати нет блин я поздно ее стакнул я мог бэншой успеть забрать его то есть один удар и бэнша еще добивает потом обидненько обидненько так ламбер вообще ништяк у меня на 7.8 хватает ничего я апать не буду естественно я выберу ламбер поскольку пик у меня имба я выбираю ламбер я выбираю ламбер и буду ему там на 17 слать или сейчас по пику посмотрим куда выгоднее закинуть в принципе у меня тут ну то есть огромный выбор учитывая то какой у меня пик мне без разницы где с ним воевать поэтому я могу агрить на любую волну рассчитывая поднимать инком и в лейте там уже бороться а можно и раньше ну вообще тут вроде 15 я по нему говорю это много очень медиум армора так орк не критуй молодец а он достроил и он забил вроде бы или нет суки хускары блять я забыл ламбера ну ладно в любом случае он себе сделал такую штуку то есть он выбрал выигрыш арены и это не то еще не факт что он по ее выиграл ну вот он пишет что у него было в прошлое и что было сейчас так ну да 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 ну да в принципе я бы так же построил два на вайвсе там рерол посмотрел бы у него горелка и тут можно ну выгнешать 12 во первых это раньше и 13 он лучше будет бить я считаю но поскольку у меня такой лютый ламбер я могу прямо сейчас тупо копить и все и забить просто копить и все немножко сейчас еще лордов по что потом минеров точнее к 15 даже к 14 волне нужно уже минер построить чтобы он ну вносил урон а то от лордов не так много дпс а и или апнуть кинг все таки немного у него еще за счет некра двенадцатая ему нужно меньше атаки апать типа там 12 или 11 даже хм как же здесь лучше поступить я наверное все таки выберу апкинга и буду копить потому что с таким ранним ламбером кажется это наилучший вариант ну все к 13 ой фук 12 я готов так сейчас лорда максимум можно сделать и к 13 все равно я ничего не смогу ну такое адекватное построить кроме лорда поэтому я выберу прямо сейчас еще минеру поставлю все таки сплэшик небольшой может что и поможет настрелять вообще слать он не должен сейчас с так хотя нет не буду ничего делать хотя от вот мне нужно будет Сейчас все будет зависеть от того Чего у него есть в пике То есть Т6 он не строил Намеренно Или не намеренно Тут я могу только гадать Обычно сам я люблю скрывать Т6 До 10 Не палить Ну те которые там против 17 волны Танки всякие Так Ну и Он течет И должен он понять Что что то здесь не чисто Но сам он при этом тоже копит И возможно это 14 волна Но прикол в том что У него горелка И типа Скорее всего он думает так Что если в него заслать То Он должен просто дефать С горелкой то Вот и поэтому Он скорее всего выбрал 15 волну Значит у нас будет размен Но с другой стороны Если у него например какие то деревяхи С которыми он будет Супер ништяково дефать То Ситуация кардинально меняется И нам нужно играть с EFOLO Сейчас по 14 волне мы посмотрим Что он там придумал У меня конечно прослеживается вариант Кидать 17 Имея минеров и лордов То есть сыграете сначала в защиту На 15 апнуть кинга Сколько нужно И потом уже Слать в него Но Не знаю 13-ю да Он быстро должен Убивать У него есть чем бить А у меня нет Я еще может пропущу Сможет ли он добить Так Это ничего не аппывает Так Поставлю Вот так Чтобы Мудмен мог спокойно выйти Вэлью хороший Если пропуск и будет Он будет не очень большим Ну если он кинет Много накопилось Можно и в размин заслать В принципе Да он хочет 25 Ой фу 15 Быстро дефы Это очень Читательно А это значит Ребята Что мы выбираем Ап Потому что Нехорошее В почувствии Что у него Какая-то Имбулька Все Здесь я предпочту Поставить Еще одного Минера Потому что Бьет он здесь Похлеще То есть здесь Вот это все Это мясо Обьет минеры Так Так и Апп Все таки Накурим На всякий И у нас Еще есть Много леса В запасе То есть задача Здесь нет Даркил И Не аппеткинга О Нормально он придумал Возможно У него фантомы Какие-то появились Быстро он Дефнул 15 Хотя у него Много Медиума Может быть И деревях Я без понятия Но я буду Сидеть Надежно Плюс кинг капнут И делая он Что хочет Будь у него Хоть деревях Хоть фантомы Все равно Он может Слиться Кинг-то не деф Это голый Инком Так Здесь я выберу Лорда И выберу Еще Минера Поскольку Инкома Очень много В этой игре Вышло После арены Там Больше сотки Был инком То И вэлью Было нормально И выгодно Короче Сразу же Копить Куда-то Много Хе-хе Апэт Он кинга Дичь Загорелка Решила Застраховаться Ну ладно Так Нужен будет Барлок Думаю Три кряки Могу заслать Если мы Апнем Это Апнем Это Ну и Апнем Это Или Сколько Он Сто Тридцать Ну Хватает Похер Что Он Переградил Сейчас Уже Стадия Такая Что Мне Уже Похеру Так 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 Кину я Пожалуй Еще Варлока Мелочь Еще Закину Мутантов Накуривать Не буду У меня Передев Прям Что Пропуск Должен Быть Минимальным Если Он Кинет Но Нет Долго Очень Он Не Знал Что Делать Походу Сколько Пропусков Было Кинг Был Тип Нулевой Можно Было Кинга Вообще Не Трогать В Принципе 24 Это До Хера Это Хил Стоп У Дола Так Единственная Волна Пожалуй За Которую Мне Немножко Бояз Это 23 Ну И Там 26 Он Еще И Не На Фул Апнул Он Хил Точно Отдает Ну То 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 Может Думаю Думаю Захочет 19 Хотя Вряд ли Он Успеет Накопить Контроль 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 Плохой Контроль И И И Почему Не Не Дар Не Понимаю Или У него Реген Фуловый Ну, это бред Он заказал, походу, ламбер Ну, типа, аркнул кинга Заказал ламбер в надежде, что и хватит кинга Но, походу, это не так Сейчас мы это проверим Ну, сохранять я не буду Сейчас, last replay Не проперло, конечно, ему со стартовым пиком Но, всякое бывает Это гребаные ЛТД Так, какой вариант он выбирает 3.0, скорее всего, и крусадер Раз у него вышел орк на второй С моим пропуском То у него должна быть 3.0 минимум Так, что-то я не могу вертеть Оп, теперь могу Ну, на начальной стадии Здесь трудно говорить, правильно ли он построил Поскольку я не знаю полностью его пик Но, вероятнее всего, он не настолько глуп Поэтому, думаю, это был единственный вариант Его постройки И, в общем-то, он правильный Хотя нет Я не знаю, делал ли он рерол в начале То есть Он мог поставить 2 навайса за 40 И отвод И... А, или нет Или 2 навайса Ну да, 2 навайса Отвод И делать рерол Если там что-то есть То все это нахер продавать И менять постройку полностью Ну и отвод убирать Если у него есть отвод Вы можете просто делать рерол Там будет мина А так вот-вот поставили У вас все нормально Так, я ему кинул орсу Там Орчу Ну, поскольку у него пик говно Ну, для начала Ну, он так себе и дефнул Сам ему кинул орка В принципе Это бы прокатило Если бы я его не стакнул Но У меня все нормально Получилось И я дефнул Поэтому его засыл В никуда ушел Он меня только накормил На третью он достроит Еще одного крусайдера Два чувака Нормально не разберутся С третьей волной Тут некор Типа так себе Или у него задумка Ставить некра И делать рерол потом Скорее всего Так и будет 4-0 Он сидит на третьей волне Нормально Хускар Ну, то есть Трайпсмен Ну, это маловато Он еще 4-1 сделал Вот эти пацаны Они очень плохо дефают Ну, там И 4, и 5 Короче Под засылом Поэтому Его решение Такое Ну, типа Выйти в ранний Ламбер Там, единицу Вот эту Это вот Ошибка Такая ошибка Очень много у кого встречается Гонится за ранним Ламбером Ну, типа Если пика нет То, типа О, я все равно Его сделаю Типа Похер, что я пропущу Но На самом деле Тут опять Зависит от пика Если вы уверены Что пик Говно у соперника Что он не будет Пользоваться Этим моментом То да А если нормальный То Типа Это уже вам В минус идет Аппет Хускара Отводы Нет До сих пор Ну, уже орк Типа С отводом Он бы дефнул 5 А так Он пускает Без осыла Вроде, да? Да А я дефаю Всю его мелочь Ну, опять же Здесь Сейчас Секундочку Была фишка в том Что он думал Что у меня мудмены Ну, две штуки Минимум Потому что он Точно так же играл Ну, в принципе Я бы так же играл Поэтому Это довольно Ну, логично Типа Два мудмена Стопать И не дешевая В иншоте Три первой волны С хорошим отводом Можно себе позволить Там, что Три-один Или пять-один Это Да Но С таким фидом Я мог достроить Ну, как бы Приличное количество Вэлью И он не знает Что еще Кроме мудманов Есть Поэтому Ну Засыл на пятый Это Можно сказать С его стороны Разведка Вот Если он Преследовал эту цель То это катит А если Ну, типа Напробив Такой засыл Без аур Без всего Тупо мелочь То Ну Засыл такой Не очень Работает Тут Надо быть Именно точно Уверенным В пике Короче Если он Тупо на инклона Проверку То Сойдет Скажем На шестой Он Сделал Сидеть Шесть Два И Добавил Еще одного Неапнутого Хускара Отвода По прежнему Нет Ну У него Явные проблемы С дефом Практически Всех Волн Я ему Кидаю Да Ой Хочу Посмотреть Как же Тут Будет Все Происходить На шестой Волне Курсад Зашла С И Царапает Спину Футмену Или Как он там Курсадер Еще и До второго Достает Вообще Шикарно Ого Это Как это Это Урсад Шпион Ходит Сквозь Големов Типа Там У стены Так К К Скажем Прокралась И Убила Что-то Вообще Пробило Жестко Ну Курсадер Конечно Говно Но 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 Опять же Он не ожидал Что Будет Засыл В горелку Ну то есть На пятую Он пропустил Скилл Не палил Вероятнее всего Что у него горелка Я об этом Даже и говорил Вот Пожрать Можно Вот И Его решение 6-2 А так же Обусловлено Горелкой То что Если Будет пропуск Он все равно Хорошо Дефнет За счет Этой Горелки Качнет Регенчик Все будет Нормально На седьмой Волне У него просто Добавляется Гарик Отвода Нет Все Очень плохо Будь тут Засыл Тупо Одна Урса Его бы Еще Больше Порвало Но Он решает Что нужен Отвод У него Очень мало Вэлью Да Важнее Здесь Отвод У них Ускар Вмиги Во 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 Отлично Рейнжевой Отвод У него Не хватает Фермы И если Он ее Апнет То ему Все равно Не хватит Еще Что-то Достроить Отвод Поэтому Это Было Единственным Решением Так А И он Не слал Да Да Он Не слал Как Он Дефает Хускар Нормальный В принципе Но Он У него Полагаю Появился Поздновато И Из-за Этого У него Все пошло Не так Короче Лютая Ошибка Была На 4 С его Пиком Инковать Так Жестко Там Его Одна Бурса Сломала А я Еще Мелочи Накидал Так Он Засылает Мне На 8 Стока И Сам Сделал Еще Седьмого Веспа И Доставил Виверну Но Вот Эти Два Пацана На 8 Волне Вообще Ничего Не делают Поэтому Так Себе Его Постройка Держится На 8 Но Это Вынужденная Постройка Как Я уже Сказал Там У него Рерол 100% Был Ну Там Есть Деф За Запад Нога Сильно Так А он Хочет Еще Пожрать Типа Он Понимает Что Он Отстает Хочет Кинуть На 9 Так Капается Виверну Правильно Ну Опять же Вот эти Два Курсайдера Это Не танки Это Блять Говно На любой Волне Дальше Считайте Что у вас Нет Танков Ну Милишников На мясо А остальное У него Медиум Румор Вот Че Ему Пробило Больше Чем Меня Вот Вот Ну Опять же Горелка Поэтому Не особо Думаю Заботился Об этой волне Не особо Волновало Точнее Нет его Вот И у него 7.4 Сейчас А я Делаю 7.6 То есть Уже Наглядное Есть Преимущество Фида На ранних Волнах На 4.0 Ну 2.0 4.0 И 6.0 Очень Большое Количество Он там Пропускал Вот этот Торг Здесь Вообще Непонятно Че Делает У него Было 180 Лучше Быверну Еще Не Аптую Поставил Или Апт Вот Этого Некра Вауру Но Мне Нравится Здесь Больше Верна Орг Это Атак То есть Тупо Надеется На крит Случайный Не Очень Это Надежно Стакнул Он Всю Мелочь Плюс Баса И Отвод У него Не Сработал Естественно Потому Что Стоит В Плотную К стене Имеют Юниты Свойства Не Агриться Когда Стоит В Плотную К стене Ну Тут Все Понятно Мелочь Его Законтрила Хоть И Не Сильно Но Один Босс Нормально Так Аппы Этап Этап Опять Есть Но Живем Так Что он Выберет Не Крапнет Вроде Да Ну Ну Нормально Что Арену Он Выиграл За счет Этого Аппа Мне Кажется Да Думаю Я бы Забрал Если бы Был Не Апнутый Некр А так У него Вэлью Больше И На 7.6 Еще Хватило Так что Тут Все Хорошо Он Сделал 7.6 Дальше Он Сделает 7.7 На Какой То Волне И Будет Долго Думать Что Делать С Лесом Так Ну Вот В данной Ситуации Я Просто Сейчас Делаю Туман И Приставлю Себя На Его Месте Все У Меня Херово Кинг Не Апнут Горелка Есть Юниты Говно Текуя Как На 14 Так И На 15 Под Засылами Да Ставлю Верну Делаю Рерол Это Нормально И Че У 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 С Он И По У У У У У У У У У Так, пока я ускорю, потому что Он ничего не строит пока И лес у него копится Копится, копится, копится Вот он, типа, тут пропустил Я смотрел, вроде как Ага, у него гидры Так хороший вариант, но ему надо было слать Просто обязательно, либо Возможно, он сам боялся за 14 Но ему надо было 15 тогда слать 3000 У него гидра Есть некор и две верны Ну, такие, из более-менее дпящих винитов И вот когда же до него дойдет Что Ему бить-то нечем Вот сейчас до него дошло Что он нихера не дефает Блин, с его пиком нужно было слать, скорее всего, 14 Чтобы заставить апкинга меня Это хотя бы какой-то шанс Плюс он поднял бы себе инком И Одно дело, если бы под гидр у него были там минеры Или И все Ну, то есть Только минеры могут быть у него под гидр в одном пике Но их у него нет И бить ему 17 Ну, никак нельзя в размене То есть Ему нужно наращивать Именно инком Раньше И Пробовать дефать Вот эту 17 Там или 18 Волну Вот этими гидрами Дальше их штопать Потом уже реролить И И Искать юнитов в лейт игру Но он очень долго размышлял Что же ему делать И Сейчас мы глянем Почему Он Не дапл кинга до конца Возможно Он переключился на контакт Типа Рано Нет Ну, то есть Он Ему на ламберта не хватает Вот Ты сейчас На кинга забил Ну, то есть Приказал Качай дальше Кинга Или он хотел Заслать на 19 Я не понимаю Скорее всего Он хотел еще Куда-то заслать Здесь плохой контроль Отмечен И Кстати говоря Из-за Микро Тупника Ему не хватило Чуть-чуть хп Он БДФ Ну Ну Тут Короче Два фактора Жадность И Косяк в контроль Вот Как видим Его три голема добило Которым По одному удару Нанести И все То есть На начальной стадии Как у многих Игроков Наблюдается Ошибка Переоценки Своего Вэлью Ну Юнитов Именно В частности На четвертой волне Где он Очень сильно Меня накормил Видимо Не ждал Засыл Но его Глупо Не ждать Против Сильных Игроков То есть Они Часто Кидают Поднимают Инком Заставляют Постоянно Где-то тебя Протекать Фидить И так далее Вот На шестой волне Тоже Ну Там еще Ладно Можно Сослаться На то Что у него Горелка И в принципе Ему Похеру Что был Пропуск Ну Пропуск Просто Гигантский Там 19 штук Вроде Как Вот Ну И в принципе На седьмой волне У него было Очень мало Вэлью Вот С таким Вэлью Обычно Только Кингапают И Никак Не агрессируют А он еще Там На 8 Там Что-то Слал Ну То есть Здесь Немного Он Переагрил С инкомом С учетом Того Что пик у него Был не самый хороший Делать ему Это было Нельзя Вот Ну и Дальнейшая Ошибка Это уже Непонимание Что делать С лесом То есть Вот он До 16 Волны С 10 Левела Получается Копил Лез Хотел он Куда-то Слать Но не Понимал Куда Вот Потом Выпали Гидры Кстати Говоря Да На 13 Волне Он там Построил Виверну Опнул Я сделал Эмбер Потом Он сделал Рерол У него Появились Гидры Ему Надо Было Слать На 14 Волну Блин Либо 14 Либо 15 Это Просто Единственный Вариант Поскольку Дефать Ему 17 И нечем Он Меня Заставит Капнуть Вот Собственно Вроде Как И все Неплохо Играет Парень Короче Всем Спасибо За Просмотр